Итак, у вас около часа до большой презентации или до горячего свидания. В таком случае, вам нужно быстро улучшить свой стиль, чтобы стать более привлекательным. В сегодняшнем коротком видео я расскажу вам, как прийти в лучший вид менее чем за час. Итак, за следующие несколько минут я перечислю все шаги, и здесь будет отслеживаться время. Сколько занимает каждый из шагов. Первый в списке бустеров привлекательности, это займет 15 минут, упражнения. Вам нужно тренироваться каждый день. Исследования показывают, что после тренировки от 8 до 12 часов, вы будете чувствовать себя увереннее, вы будете выглядеть лучше. Нет, не обязательно, вы потеряете вес, но вы будете лучше чувствовать себя. Вы можете справиться быстро, пробежать 3 километра. Ничего, отжимаетесь, приседаете прямо в своей квартире. Главное, запустите кровоток. Пусть гормоны разойдутся по организму. Вы начнете чувствовать себя лучше, и бум, ваша уверенность взлетит. Далее по списку заправьтесь топливом. И это займет у вас 15 минут. Опять же, я сказал, заправиться, а не поешьте изысканной еды. Вам потребуется еда, которая нужна вашему организму, и вы можете избежать любой неожиданности. Ведь если вы будете есть на ходу, вы можете пролить что-то на себя. Или вы съедите что-то, что не подружится с вашим животом, и вы побежите в туалет. У вас начнется отрыжка. Или ваш живот будет издавать странные звуки. Или, что еще хуже, вы съедите то, что не переносите. И у вас случится какая-нибудь аллергическая реакция. Сегодня вам нужна еда как топливо для гоночной машины. Теперь выделите две минуты на чистку зубов. Я предпочитаю электрическую зубную щетку. Я считаю, что она лучше справляется. Что касается зубной нити, я обожаю их. Не только потому, что они выполняют отличную работу, а потому, что можете взять их с собой и использовать, когда это потребуется. Следующий бустер вашей уверенности и привлекательности займет одну минуту. Посмотрите на себя в зеркало и скажите себе, у меня будет отличный вечер. И вы будете улыбаться и чувствовать себя хорошо, потому что вы хотели пригласить на свидание девушку целый год. И наконец-то это сделали, и она сказала да. Или может вам нужно выйти на сцену и снова выступить с презентацией. Вы не нервничаете. Вам не терпится поделиться с миром своей идеей, над которой вы работали, которую вложили в презентацию, и вы знаете, что взорвете аудиторию. Далее избавимся от торчащих в носу волос, особенно если вы в окружении людей, которые ниже вас. Они посмотрят вверх и увидят эти волосы в носу. Это не тот образ, который вам нужен. Самый простой и удобный способ – это использовать триммер для волос в носу. Если вы хотите ножницами, убедитесь, что у них закругленные концы. Или, если вы ищите приключений, можете использовать пинцет. Вы можете уберечь себя от этого, если будете проходить раз в месяц восковую апелляцию волос в носу. Далее, потратьте две минуты на подстрижку ногтей. У вас не должно быть длинных ногтей. Никто не найдет это привлекательным. Далее, три минуты на прохладный или холодный душ, но не горячий. Горячий душ сушит вашу кожу, и вы только что закончили свою тренировку. Прохладный душ вас освежит, и вы избавитесь от пота. Шампунью не нужно пользоваться каждый день, но помыть голову водой нужно, и выходите. Итак, вы только что из душа, теперь время для хорошего бритья, если хотите. Вы можете сохранить кучу времени, не побрившись. Особенно, если вы идете на свидание, у вас останется небольшая щетина. Женщины находят щетину более привлекательной, и вы можете сохранить время, пропустив бритье. Но, скажем, вы выступаете с презентацией. Ладно, потратим три минуты на бритье. И я хочу убедиться, что вы хорошо побреетесь. Не используйте средства на пропане. Используйте хороший лосьон для бритья, сразу после того, как вышли из душа. Вы должны использовать хорошее лезвие. Тут куча вариантов. Безопасные бритвы, опасные, кассетные. Что угодно, найдите, что подходит вам. Для кого-то будет достаточно самой простой бритвы. Вы можете использовать простую одноразовую бритву, но лезвие должно быть новым. Никогда не используйте их более двух раз. Поэтому экономичнее использовать сменные лезвия. Или даже опасную бритву. Но, может быть, она не для вас. Присмотрите хорошую электрическую бритву. Особенно, если вы нанесете лосьон на лицо, вы можете использовать режим влажного бритья, что пойдет вам на руку. Главное здесь понять, какое бритье вам подходит. Вам не нужно раздражения, никакие порезы и царапины. Далее, это займет меньше минуты, примите свой фирменный аромат. Это для уверенности. Используйте тот, что вы знаете, за который вам говорили комплименты. Не нужно здесь экспериментировать. Не нужно распылять на себя то, что вам не понравится. У вас должен быть парфюм, который вам нравится, который придает вам уверенности. И то же самое с вашими волосами. Вам нужно средство, которым вы всегда пользуетесь. И вам нужна ваша обычная прическа. Итак, теперь оденемся, это займет 3 минуты. Носки, нижнее белье и джинсы. Эти джинсы должны хорошо на вас сидеть, хорошо выглядеть. Вы чувствуете уверенность при ношении этих джинсов. Вы можете пойти в одну из лучших ваших черных рубашек. Вообще, что надевать? Вы должны надеть свою униформу. Вы знаете, что она хорошо на вас смотрится. И в ней вы чувствуете себя чертовски уверенным. Теперь потратим еще 2 минуты и выберем обувь. Я порекомендую вам ботинки. Почему? Девушки находят их привлекательными и они сделают вас выше. Почему делают выше? Потому что они в целом вытягивают профиль и придают мужественности силуэту. Заметили эти ботинки? Они привлекают немного внимания. Дабл монки с приятным цветом. Они немного нарядные, отлично подойдут к кэжуал костюму. Вы можете носить их с темными джинсами, со спортивным пиджаком или вы можете надеть что-то более повседневное. В таком случае вы можете надеть ботинки армейского образца или что-то в замше. Хороший осенний или летний вечер. Они выделят вас из толпы, добавят текстуры к обуви. И опять же, они добавят вам рост и сделают вас привлекательнее. Выделим минутку, чтобы выбрать аксессуары, которые украсят ваш образ. Первое. Солнечные очки. Найдите модель, которая вам подходит. Авиаторы подходят практически всем мужчинам. Но вы можете выбрать классические вайфареры. Еще вариант. Клабмастеры. Я считаю, что эти три классические модели подойдут большинству овалов лица. Что касается часов, выберите хорошо знакомые часы, которые вам нравятся. Это шанс надеть драгоценности. У вас может уйти минута, чтобы накинуть пиджак. Не обязательно спортивный пиджак. Это может быть кожаная куртка или джинсовая. Не важно что, вам нужно укрепить плечи. А это сделает вас привлекательным. Если пиджаки не ваши, ладно. Но что еще вы можете сделать со своим образом? Можете потратить минуту на закатывание рукавов. Я рекомендую их закатать и во время презентации. Это придаст вам более расслабленный вид. Если вы хотите научиться пяти способам закатывать рукава, друзья, у меня есть для вас видео. В нем я рассказываю о пяти способах, как закатывать рукава.